Добрый день, уважаемые пациенты, уважаемые коллеги. Презентацию можно? В своем сообщении я, конечно же, сознательно ограничусь теми препаратами, которые представляют, наверное, наибольший интерес именно в последние годы. То есть препараты, группа препаратов, о которых уже говорил Алексей Викторович, снимающие так называемый блок с иммунной системой и позволяющие иммунной системе самой работать против опухоли. То есть так называемые ингибиторы, чекпоинт-ингибиторы, к которым относятся такие препараты, как эпилемумаб, неволюмаб, пембролизумаб. То есть целая группа, которая, в принципе, известна, наверное, и средств даже массовой информации по ряду причин. Ну и, в принципе, это те препараты, которые, наверное, совершили революцию в последние годы в онкологии и на которые возлагается большая надежда. Мы видели, Алексей Викторович представил огромный список заболеваний онкологических, в отношении которых уже достигнут эффект этих препаратов и в отношении которых мы, скажем так, ожидаем получения этих эффектов. Поэтому основные аспекты именно касающиеся осложнений данной большой и перспективной, еще раз повторю, группы препаратов. Извините, это я выключила. Ну, в принципе, хотела бы буквально несколько слов рассказать, ну, представить, наверное, наше общее представление о том, какой же должен быть лечебный процесс вот сейчас, уже, в принципе, в 21 веке. Конечно же, уже те отношения, которые между пациентом и врачом, которые были там лет 20, наверное, 30 назад, они абсолютно, конечно, уже неприемлемо, они устарели. То есть любой процесс лечения – это, конечно же, процесс обмена, ближе всего, информацией, доверительной информацией, это общение, это взаимное уважение и, самое главное, совместное принятие решений. То есть максимальное информирование пациента о проблеме и сознательное принятие решением пациента с помощью врача о том, что же делать, какие искать, скажем так, подходы к той или другой проблеме и как их решать. Поэтому сочетание взаимного уважительного общения, доверия и обменной информации позволяет не только доктору принимать решение о том, что же делать с каждым конкретным пациентом, но и самому пациенту активно участвовать в лечебном процессе. Это интересное такое, мне кажется, сравнение, которое тоже я отметила в зарубежной литературе, о том, что пациент уже сейчас, конечно, не пассивный пассажир, который едет в автобусе или в трамвае и, скажем так, куда везут, туда и везут. Нет, конечно же, это уже активный участник движения, у него есть свой автомобиль, он вооружен правилами дорожного движения, знаниями, которые он почерпывает, ну, в принципе, конечно же, официально от врача, наверное, и других возможных источников. И он уже, скажем так, сознательно, отвечая за свое здоровье, за свое самое главное богатство, как, в принципе, у всех у нас, вместе с доктором принимает решение. То есть максимальное доверие, максимальные партнерские отношения. Ну и вот такой раз уже более, скажем так, детально к теме нашей беседы – это осложнение вот этой группы препаратов. Еще раз Алексей Витальевич уже говорил, что это препараты эти, они освобождают, разблокируют иммунную систему. И иммунная система начинает активно работать и против клеток опухоли, и, к сожалению, теряется этот вот, скажем так, больер, и запускаются аутоиммунные реакции. То есть иммунная система уже распознает даже здоровые клетки, не только опухоли, но и здоровые клетки организма, как чужеродные. И в результате возникает так называемое аутоиммунное воспаление. Это не бактериальное воспаление, там нет вирусов, там нет бактерий. Там именно происходит, запускаются иммунные реакции, которые все равно появляются признаками воспаления. То есть отеком, покраснением, притоком клеток иммунной системы, болями и так далее, и так далее. И как раз вот этот механизм, аутоиммунный механизм, лежит в основе всех тех симптомов, тех проблем, которые могут возникнуть на фоне лечения. Какие органы могут поражаться чаще всего? Ну, в принципе, видим практически все системы органов, которые в организме есть, они, к сожалению, могут поражаться. То есть против них иммунная система тоже может запустить вот такие вот патологические, скажем так, побочные воздействия. Ну, на первом месте это кожа и желудочно-кишечный тракт. В основном это кишечник, толстая кишка. Ну, и здесь мы видим, что наиболее часто, то есть примерно у каждого десятого, у каждого, даже у пятого пациента, могут быть осложнения со стороны кишечника, как мы уже сказали. В принципе, основные моменты – это проявление расстройства, то, что мы называем кишечника, это учащенный стул, это жидкий стул, так называемая диарея. Конечно, более подробно я более детально буду говорить обо всех осложнениях чуть позже. И со стороны кожи. Ну, и несколько реже – это поражение печени, может быть, аутоиммунное поражение печени, и поражение эндокринной системы. По срокам, в принципе, эта таблица, она используется не только, мы представляем ее сейчас для вас, но мы используем ее сами в своей работе. Это сроки возникновения осложнений. Мы видим, что здесь, на нижней оси, как раз в неделе от начала лечения. И когда мы можем ожидать возникновения первых осложнений? Ну, в принципе, очень рано, уже на второй, третьей, четвертой неделе. То есть буквально одно-два введения препарата уже могут появиться первые осложнения, как правило, они со стороны кожных покровов, со стороны кожи. Чуть позднее возникают проблемы с кишечником, и несколько позднее со стороны эндокринной системы и со стороны печени. Что очень важно, важно, несколько раз буду говорить, именно вот эту идею, этот посыл, не принимать решения самостоятельно. В любой этой проблеме, в возникновении любой проблемы, которая для вас новая и неприятная, как правило, это необходимо звонок доктору и обсуждение с доктором, что же нужно делать в данной ситуации. Очень важный момент – это именно опыт того медицинского учреждения, в котором проводится лечение. В принципе, мы говорим о препаратах, которые действительно новые, они новые не только для Российской Федерации. К сожалению, мы здесь имеем даже речь, идет о препаратах, которые еще не зарегистрированы, но опыт, так сказать, лечения российских пациентов этим препаратами уже есть, он довольно высокий. Но опять же, этот опыт высок в специализированных центрах. Это в Петербурге антинут онкологии, это городской диспансер, это онкоцентр, это центры, ведущие в Москве. Ну, в принципе, наверное, и все. То есть лечение этими препаратами проводится в специализированных центрах. И чем больше пациентов проходит лечение в этом центре, тем больше опыта у докторов в отношении лечения этих пациентов, тем меньше частота, особенно таких серьезных осложнений. Поэтому, конечно же, сейчас, ну, действительно, все, что угодно может быть. Есть лечение за рубежом, есть лечение в коммерческих структурах, куда также препараты каким-то образом могут все-таки попадать. Опыт должен быть. Поэтому, к сожалению, ну, там, где вы будете проводить лечение, конечно, должно быть очень взвешенным. Чем больше, чем специализирование учреждения, чем больше специалистов мы можем привлечь для лечения всех осложнений. Мы видим, что проблемы могут со стороны эндокринной системы, нужны эндокринологи. Со стороны желудочководственного тракта могут быть нужны эндоскописты, хирурги, пульмонологи. Чем больше, скажем так, команда работает, чем более она опытная, конечно же, тем меньше частота таких серьезных выраженных осложнений. Потому что, к сожалению, эта группа препаратов может вызывать серьезные, даже угрожающие жизни пациента осложнения. Мы видим в зале, у нас есть наши пациенты, которые получили, успешно получали лечение. Но, к сожалению, сопровождалось это и серьезными проблемами, требовавшими, скажем так, экстренных вмешательств. Ну и что мы делаем, как врачи, как пациенты, что мы должны делать, когда мы видим малейшие признаки этих осложнений. Если мы подозреваем, что осложнения связаны с нашими препаратами, то мы, конечно же, должны в первую очередь исключить другие причины. Может быть, это банальное пищевое отравление, или, может быть, это вирусный гепатит, который вы получили, выпив воды из речки рядышком. Но если это все мы отметаем, другие причины, то, конечно же, эти осложнения связаны именно с нашим лечением. И здесь уже задача врача на основании осмотра пациента, его жалоб, оценить, какие же проявления этого осложнения – легкие или тяжелые. Если легкие проявления, можно просто пациента наблюдать. Можно назначить симптоматическую терапию. Например, если мы видим, что на коже появились единичные высыпания, вот как раз поражение кожи, о котором я говорю, но они буквально единичные, буквально занимают небольшой участок тела, допустимо просто использовать там местное лечение теми же гормональными мазями и так далее. Можно отсрочить и даже нужно отсрочить следующее введение препарата, пока мы не поймем, в какую сторону развиваются события. Потому что здесь иммунная система, она, в принципе, достаточно управляемая. С другой стороны, мне кажется, это, наверное, вершина айсберга мы видим, и на вершину айсберга мы можем как-то воздействовать. Как будут развиваться события, в каждом случае нужно узнать, нужно убедиться в этом. Поэтому мы отсрочиваем очередное введение и наблюдаем пациента. И, в принципе, если мы принимаем решение, что нужно уже лечить эти осложнения, то мы назначаем кортикостероидные гормоны. В принципе, изначально можно принимать в виде таблеток внутрь. И здесь, опять же, первый вопрос пациента, не вредны ли эти гормоны? Нет, они не вредны. Нет, они не уменьшат эффект лечения. И самое главное, чтобы ту дозу препарата, то, что доза будет довольно большая, которую вам назначат, что вы принимали, строго следуя рекомендациям. Потому что доктор, назначая и объясняя пациенту необходимость приема препарата в той или другой дозе, в том-другом режиме, он надеется, что пациент это осознает и он это выполняет. К сожалению, мы не можем это проконтролировать. Поэтому ваш уже такая сознательная, этап уже вашего, скажем так, лечебного процесса – это именно выполнение, грамотное выполнение всех рекомендаций. Если же возникают серьезные осложнения, доктор говорит, что нет, тяжело, дома вы не справитесь, необходима госпитализация. Значит, она нужна. То есть ни в коем случае мы от нее не отказываемся, мы госпитализируемся. Как раз здесь включается весь тот комплекс, который требует высокого, скажем так, квалификации доктора и работы у целой команды специалистов. То есть с привлечением всех специалистов, о которых я вам говорила. И здесь уже встает вопрос о лечении уже кортикостероидами в высоких дозах и, самое главное, о длительном лечении. То есть пациенты, которые получают такой вид лечения, знают, что это долго, это месяц, это полтора месяца. Возможно, даже использование более сильных препаратов, которые прерывают эту иммунную реакцию, иммунодепрессанты, которые, в принципе, используются при трансплантации органов. То есть вопрос довольно серьезный и требует такого очень сознательного отношения и пациентов, и их родственников в отношении необходимости такого быстрого, своевременного и грамотного лечения. Ну и более подробно об осложнениях со стороны всех систем и органов, со стороны желудочечного тракта. Ну, еще раз говорю, что жалобы могут быть очень неспецифические. То есть вы, на самом деле, если доктор вас изначально не предупредит, бывают такие доктора, надеюсь, это, не знаю, там, минимум, но все равно, не дай бог, там, по каким-то причинам вы не имеете информации, что такие осложнения могут быть. Вам покажется, что ничего не происходит того, что могло бы связано быть с вашим противоопухлевым лечением. То есть может быть учащение стула, может быть жидкий стул, может быть примесь крови, примесь слизи в каловых массах, даже боли в животе. То есть, в принципе, здесь очень важно в первые же часы даже развития этих явлений срочно сообщить доктору, потому что события могут развиваться, еще раз повторю, довольно быстро. И здесь уже доктор решает, может стать даже вопрос необходимости колоноскопии, то есть изучения, эндоскопического изучения состояния кишки. И там уже в тяжелых случаях при позднем обращении или при таком отсрочном, при длительном течении этого осложнения без дополнительного лечения возникают уже вот такие явления, как наличие язвочек, трещин в кишке и так далее. И здесь, конечно же, срочно и максимально быстро информировать врача. Ну, конечно же, то, что доктор, помимо лечения лекарственного, значит, это диета. Диете тоже нужно строго соответствовать, строго следовать. Как правило, это диета с переходом на жидкую пищу, это разбавленные бульоны изначально, отвары, желатин, то есть то, что максимально щадит кишечник, то, что таким обволакивающим, успокаивающим действием обладает. И, конечно же, при эффективном лечении осложнения постепенно симптомы уходят. И пациенту, самое главное, помнить, что возвращение обычного питания должно быть очень медленным, очень постепенным. И, опять же, все при полном согласовании с всех этапов восстановления прежней диеты с доктором. Здесь разработаны даже такие специальные схемы, рекомендации по питанию в зависимости от этапа лечения осложнений. Не запоминайте, потому что доктор вам всегда предоставит такую таблицу, но, в принципе, мы видим, что когда самая такая вот острая, самая серьезная стадия, начальная стадия, запрещается практически все, что может вызвать какие-то вот стимуляции, негативную стимуляцию кишечника. Это такие хлебобулочные изделия, содержащие клетчатку, это все практически овощи, практически все фрукты, кроме бананов, это молочные продукты, мясные продукты, то есть очень жесткая, очень ограничительная диета. В дальнейшем, когда уже происходит постепенное улучшение состояния на фоне лечения, расширяется диета, включаются уже отварные птица, индейка, ветчина, расширяется прием и овощей, вареных овощей, картофельную пюро и так далее. Ну и когда уже процесс такого большего выздоровления, то, конечно же, диета расширяется еще в большей степени. Ну и то, что важно еще раз подчеркну, соблюдение диеты обязательное, длительное лечение лекарственное с помощью гормонов, это вот еще раз говорю, месяц, полтора месяца при необходимости. Если нужно госпитализироваться, значит нужно и нужно выполнять все, что рекомендует доктор, ну и при необходимости, конечно же, уже более сильные препараты, иммунодепрессанты тоже используются. Если мы говорим о сложных стороной кожи, это вот фотографии представлены, опять же, получены решения наших пациентов, которые получали лечение этими препаратами, мы видим, что наиболее часто кожа поражается в виде сыпи. И сыпь изначально может появляться на таких сгибательных поверхностях, это локтевые, подколенные, подмышечные ямки, вначале это может быть единичные высыпные элементы, может быть явление зуда, требующее, ну скажем так, беспокоящее пациента. Поэтому, опять же, первые признаки таких кожных проявлений срочное обращение к доктору, и уже доктор принимает решение, оценивает площадь поражения, оценивает выраженность поражения, есть или нет инфекционные какие-то присоединения к этим изменениям, и уже назначает тот или другой вид лечения. Со стороны печени, печень, это орган, который жизненно необходим для функционирования всего организма, поэтому очень важно, скажем так, очень внимательно, скажем так, относиться и к этим моментам. Жалобы могут быть очень такими неспецифическими, может быть, какой-то дискомфорт в предребении, может быть, снижение аппетита, может быть, подташнивание, ну, конечно, если тяжелое поражение печени, то может быть и желтуха с окрашиванием кожи, и склер глазных яблок, а может вообще ничего не быть, может быть, только изменения в лабораторных анализах, повышение билирубина, транссаминаз и все. Поэтому доктор вам строго рекомендует приходить на следующее введение препарата, и даже не ведет вам препарат, если не оценит как раз-таки состояние всех печеночных ферментов. Поэтому это не праздное, скажем так, любопытство, да, принесите нам все анализы, это именно жизненно необходимо. Почему? Потому что, вот видите, опять же, данные нашей пациентки, какое значительное может быть повышение транссаминаз. При этом пациентка чувствует себя абсолютно благополучно. И кроме вот этого, не знаю, многократного, тысячекратного, наверное, повышения уровня транссаминаз ничего не происходит. Пациентка чувствует себя абсолютно здоровым человеком. И если мы не сделаем анализы, если пациент не предоставит грамотный анализ крови из, опять же, из солидной лаборатории, из лаборатории нашего института или из солидных лабораторий нашего города, то, конечно же, это осложнение может быть не учтено и не проведено лечение соответственно. Эндокринная система. Помним, что эндокринная система состоит из многих органов. Это и щитовидная железа, и гипофиз, который находится в головном мозге, очень сложная вещь, и надпочечники. Также все моменты, которые могут быть связаны с поражением эндокринной системы, они очень неспецифичны. Пациент точно их не распознает. Он может сказать, что меня немножко поташнивает, или я чувствую быструю утомляемость, или у меня появились головные боли и так далее. И здесь очень важно, опять же, вовремя или своевременно сразу же озвучить свои жалобы. И как раз таки здесь для состояния иммунной эндокринной системы нужно оценивать тоже лабораторные параметры. Поэтому доктор вам назначает раз в месяц контролировать, например, гормоны щитовидной железы. И каждый раз вы контролируете уровень глюкозы в крови. То есть именно для того, чтобы оценить, нет ли поражения поджелудочной железы, нет ли поражения щитовидной железы на фоне лечения. Очень важная часть осложнений со стороны легочной системы. также может возникать пульмониты или пневмониты, то есть небактериальное воспаление легочной ткани. И могут быть не характерные и не специфические жалобы. Просто одышка усилилась, сухой кашель появился. Но опять же об этом пациент вовремя сообщает доктору. В этом ситуации мы проводим дополнительное обследование, рентгеновское исследование, компьютерную томографию и получаем информацию, что же происходит, если нет осложнения. Причем очень важно помнить, что эти осложнения могут возникать не только на фоне лечения. Лечение одним препаратом проводят в течение трех месяцев, другой препарат принимает в течение двух лет. Но осложнения могут развиваться и в течение первого месяца, и в течение полугода, и через два года после завершения даже лечения. Такие случаи также описаны в литературе. К сожалению, иммунная система может негативно сработать в любой момент. И на ранних этапах, и на более поздних. Поэтому, если подобные жалобы возникают даже после завершения лечения, вроде бы, да, вы получили все инъекции, находитесь уже просто под наблюдением доктора. Но если что-то подобное возникает, обязательно доктору сообщить, потому что это может быть все еще осложнение той терапии, которая уже вроде бы завершена. Ну, то, что мы сказали, что большинство, конечно же, возникает на фоне лечения, но может быть и отсроченное лечение. И очень важно, что вот такой момент, что эти осложнения в грамотном лечении могут быть таким волнообразным течением характеризоваться. То есть, как правило, это возникает или если доктор недостаточно опытен и неграмотно лечит осложнение, или если пациент не следует рекомендациям. Например, возникла сыпь довольно выраженная, доктор назначил препараты, те же гормональные препараты. Два-три дня пациент их принимает, стало лучше, сыпь стала меньше, и пациент отменяет. И доктор говорит, да, но, в принципе, наверное, не нужно. Это абсолютно неправильно. То есть лечение, то, что мы говорили, длительное, многонедельное. Потому что, если мы так вот, скажем так, раньше времени прервем лечение эффективным препаратом, гормональным препаратом, то, к сожалению, это осложнение снова появится и уже более выраженным, более таким требующим, более серьезным лечением. Поэтому, самостоятельно осложнение лечить, конечно же, нельзя. Срочно связываться с доктором, это очень важно помнить, да, и, конечно же, ни в коем случае не отказываться от госпитализации. Но об этом мы уже говорили, что лечение в специализированных учреждениях, к которым мы себя с удовольствием относим и с честью относим. И то, что, опять же, важно, мы информируем вас, например, информируем вас в виде подобной беседы. И, конечно же, каждый пациент, начиная лечение подобными препаратами, он получает такой же индивидуальный инструктаж с полным указанием всех осложнений, их возможных сроков развития. В принципе, разработаны даже такие вот памятки для пациента, информация для пациента. Там указаны телефоны для связи в экстренных случаях. Например, возникло ночью что-то, вы звоните ночью, потому что, еще раз говорю, что осложнение, которое не требует промедления. В любом случае, звоним доктору. Ну и, в принципе, если следовать всем этим, наверное, несложным, сложным и несложным, наверное, если делать все правильно, то становится все, как-то так происходит, вырабатываются какие-то алгоритмы, какие-то схемы, которые, если соблюдать, то, наверное, жизнь не только упрощается. Если все это выполнять, то мы, конечно же, победим нашу проблему и получим эффект от лечения. Спасибо. Спасибо большое. Вопросы? Анна Игоревна, можно я задам вам вопрос? Вот вы блестяще рассказали нам сегодня об возможных осложнениях, но вот очень часто возникает все-таки вопрос, нужна ли какая-то специальная диета на фоне проводимой иммунотерапии и роль поливитаминов? Вот часто, наиболее часто задаваемый вопрос. Ну, в принципе, если осложнений лечения нет, если мы говорим о... Пациент обращается к нам, мы принимаем решение, что ему показано проведение указанного вида лекарственной терапии, специальной диеты, конечно же, не нужны. То есть вы питаетесь разнообразно, полноценно, вы питаетесь так, как обычно мы говорим, питаетесь так, как у вас сын-подросток занимается спортом, вот вам нужно питаться так же. Вы должны есть много белковой пищи, вы должны есть много витаминов и так далее. В отношении поливитаминов, если сезон, если сезон фруктов, сезон овощей, и вы витамины получаете из обычных продуктов питания, конечно же, дополнительно не нужно. Но если у вас возникли осложнения, если вам доктор резко ограничил диету, конечно же, в этой ситуации пища будет максимально обеднена, да, и витаминами, и микроэлементами, здесь абсолютно нормально, допустимо включить на этот период как раз таки дополнительно витамины, минеральные вещества. Анна Игоревна, у меня еще такой вопрос, тоже пациентов иногда беспокоит. Осложнение нашей стандартной иммунотерапии, так которые есть у нас на местах, используются амбулаторно, интерферонов, повышение температуры, лихорадка. Как реагировать на это? Лихорадка, конечно, вещь, которая очень беспокоит пациента, особенно если инъекции интерферона выполняются, например, в поликлинике, в начале рабочего дня, в 12 часов дня, в час дня, пациенту нужно идти на работу, пациенту нужно заниматься обычной деятельностью дневной, ежедневной, а у него повышается температура. Конечно же, по факту повышения температуры вы совершенно не беспокоитесь, принимаете обычные жаропонижающие препараты, это парацетамол, 1000 мг в таблетках. Абсолютно допустимо принимать парацетамол до инъекции, например, за полчаса, за час, чтобы предупредить возникновение температуры. Очень удобно, конечно же, когда, ну, не знаю, родственники или знакомые с хотя бы средним высоким образованием помогают делать инъекции в домашних условиях и в вечернее время. Вы принимаете парацетамол, вы выполняете инъекцию интерферона и отправляете спать. И, как правило, к утру уже все эти неприятности, гриппоподобный синдром, который характерен для интерферона, он, как правило, он уже стихает, по крайней мере, не так сильно вас беспокоит. Продолжение следует...